Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, я рада вас приветствовать в программе «Салон по изучению Библии». Мы с вами подходим к финальной главе «Евангелие от Матфея». Так долго мы шли по этим главам, всего 28 глав, вроде бы не так много, но у нас ушло несколько лет, пока мы будем или вникать глубже, или размышлять и передавать это дальше. Да, один раз в неделю выходила наша программа, но все равно это заняло не несколько месяцев, а несколько лет. Поэтому я хочу сейчас с вами двинуться уже к финишу событий «Евангелия от Матфея» и напомнить, что это «Евангелие» писалось для евреев. Поэтому оно имело свои особенности по национальным, традиционным признакам. И поэтому там много ссылок на Ветхий Завет, много уделено времени родословной. И вот сейчас мы тоже подходим уже к финишу, и нам надо понять культуру еврейского народа, которые жили с учетом законов, которые были тогда в Израиле. А в Израиле существовали законы Моисея, и они были государственными. Несмотря на то, что на тот момент это еще были и законы, связанные с Римом, потому что Рим тогда овладел этим народом и навязывал свои законы, но, несмотря на это, они продолжали соблюдать свои важные для них законы. Поэтому, читая сегодня старт 28-й финишной главы, мы можем обнаружить. «По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб». «По прошествии субботы» – это не случайная фраза, а с учетом того, что они в субботу не могли двинуться. А теперь давайте мы немножечко представим состояние тех Марий, которые видели, как Иисуса положили во гроб. Они знали, что Он умер у них на глазах. Они видели и были свидетелями. Им не надо было это слышать от кого-то. Они сами были на Голгофе. Это те женщины, которые получили так много для себя сверхъестественного. Мария Магдалина, которая была освобождена от бесов, которая была защищена от различного рода покушений на ее личность. И вот сейчас, когда умер тот, кто освободил, насколько ее сердце могло быть в страхе, как бы ни вернулась опять та проблема, с которой она жила столько лет. У нее есть внутреннее состояние как мира, так и сердца, с которым ей надо сейчас что-то делать. И вы знаете, когда надежда тает, человек теряет основания для своей будущности. Поэтому у Марии вот в этот период субботнего покоя состояние внутри могло быть совсем неспокойным. И это тоже надо иметь в виду и учитывать, друзья, что мы сейчас касаемся не просто пластов традиций, а мы касаемся сейчас внутреннего мира человека. Суббота, покой – это состояние, непонятное для логики. Это состояние, когда у тебя много вопросов, а тебе надо оставаться в покое, и ты не можешь двинуться по закону. И поэтому они, соблюдая закон, сейчас привязаны к этому месту. Они не могут идти к гробнице и посмотреть, а вдруг что-то изменилось. Хотя, с другой стороны, логика говорит, что ничего не может измениться. Камень привален, стражники стоят, и этот гроб, который в саду Иосифа, теперь запечатан. И поэтому они дождались рассвета субботы, вернее, рассвета нового дня, тогда, когда они уже могли двинуться. И вот это было на самом деле непростым ожиданием. Итак, если мы перенесем это на нас с вами, когда есть молитвы, ожидания, просьбы, когда есть цели, к которым мы хотим прийти с Богом, в нашей молитвенной жизни, мы с ним общаемся, говорим, и вдруг какое-то затишье, вдруг какая-то непонятная остановка, когда вроде бы логика говорит, все закончено. Но у тебя есть какой-то луч надежды, и тебе хочется посмотреть, а что будет дальше, а как дальше жить. И в этот момент они ждут рассвета. Они ждут рассвета, когда они смогут двинуться на ту точку, где они потеряли все, что для них было важно. И для нас сегодня это очень хорошая картина для исследования собственного сердца. Умею ли я ждать? Умею ли я ждать молитвенно? Умею ли я отражать сомнения, которые приходят ко мне в этот момент покоя? Я имею в виду дня покоя, когда внутри беспокойство может очень сильно давать о себе знать. Поэтому одно дело внешнее состояние, другое внутреннее. И уметь диалог вести со своим сердцем, с тем, что я сейчас чувствую, и на что я могу опереться, это очень важный процесс, это очень важное время. И это, друзья, нам нельзя сегодня отложить в сторону. А уметь анализировать себя при свете Божьего Слова, это важно. И сказать, Господь, вот тогда, когда Марии ждали, когда ученики ждали, но об учениках здесь ничего пока не сказано, а сказано об этих двух женщинах, которые понимали, что что-то серьезное и важное произошло в истории, но для них такая трагедия и потеря, которые сегодня они еще не могут до конца осознать, но в то же время понимают, факт свершился. И поэтому у нас с вами, друзья, есть тоже понимание, что факты остаются фактами, но истина меняет их. И если у нас есть основания, которые лежат только на фактах, то мы можем очень быстро потеряться. Но если мы начинаем искать истину, которая может изменить факт, но эту истину надо искать прежде всего в Божьем Слове. И насколько это слово вошло в тебя или в меня, чтобы достать оттуда эту истину, чтобы она изнутри меняла нас, чтобы наш разум подчинялся Духу, подчинялся этой истине, которая внутри уже откликнулась на Божью возможность, сверхъестественную возможность, нечеловеческую возможность. И когда мы внутри себя начинаем это поднимать, культивировать, взращивать, тогда все обстоятельства, которые к нам приходят, они могут получать силу преображения через истину, которая внутри нас. Поэтому в данном случае эти две Марии, они рано утром, еще раз прочитаю, по прошествии же субботы, то есть получается, они пришли в воскресный день. Сегодня у нас называется это воскресный день. На рассвете первого дня недели. То есть для нас первый день недели – понедельник, а на самом деле первый день – воскресенье. Вот с чего начинается неделя – с поклонением Богу. Когда ты приходишь поклониться, и даже им казалось, что они идут ко гробу, который имеет мертвое тело, но они шли туда поклониться, они шли туда отдать почесть. И рано утром на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. Место трагедии, место потери. Когда ты туда возвращаешься уже по прошествии времени, ты можешь там что-то увидеть иное. Не тогда, когда печаль умножается, а тогда, когда свет начинает туда проникать. И вот сделалось великое землетрясение. Ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Землетрясение. Почему оно не случилось раньше? По крайней мере, мы видим в данном контексте этого Евангелия, что это случилось тогда, когда кто-то двинулся посмотреть на гроб. Там уже Иисуса нет. Но они идут. И происходит определенного рода сошествие Божьей славы на эту территорию, которая выражена в землетрясении. С одной стороны, нам кажется, разве это слава землетрясения? На самом деле, это Божья реакция на человеческую жестокость, на отсутствие понимания сути вещей. это Божье движение на те твердыни в сознаниях людей, которые связаны с надменем, с гордостью, как это сделали римляне, как это сделали старейшины иудейские. О том, как они двигались, мы это можем увидеть чуть позже, и, конечно, этого коснемся. Но сейчас я хочу, чтобы мы увидели вот эту Божью реакцию на то немногое, что могли сделать женщины. Они всего лишь пошли ко гробу посмотреть на гроб. Но на самом деле, они вызвали действия Божьей славы. Мы можем сказать, что это совпадение. По времени пришло время уже Христу воскреснуть, и потому камень отвалился. Но, с другой стороны, когда мы со своей части, со своей дороги, со своего пьедестала начинаем двигаться куда-то по Божьей воле, то это начинает двигать небесные ресурсы. Вот почему так важно нам не оставаться в беспечности? Тогда, когда мы не знаем, куда идти и что делать, вернись к моменту, где ты что-то потерял. И скажи, Господь, что произошло в моей жизни? И как мне с этим сейчас надо разбираться, чтобы печаль меня не раздавила? Поэтому приди туда своим землетрясением, сотряси то, что закрыло. Закрыло тот же даже гроб. Но чтобы я увидел или увидела тебя творящим в своей судьбе и узнала, что происходит, потому что ты благой. И я другого Бога не могу себе представить и принять, потому что ты о себе сказал, что ты Бог человеколюбивый, долготерпеливый, многомилостивый. И я благодарю тебя, что ты именно такой. А значит, я понимаю, что моя потеря для того, чтобы я увидела тебя творящим в новом качестве, в своей семье, в своей судьбе и в своих детях. Друзья, вот такого плана молитвы, которые меняют ландшафт, которые меняют времена и сроки, которые останавливают зло врага на наши души направленное. И поэтому сегодня, когда мы с вами прикасаемся вот к этому воскресению Христа в его старте, потому что кто-то не мог спать, кто-то не мог оставаться вот в этом отдалении от места трагедии, они пошли туда, потому что сердце влекло, они пошли туда не потому, чтобы еще поплакать, а потому, чтобы посмотреть «а вдруг?». Ведь у женщин есть такая способность «а вдруг?». А вдруг? Потому что здесь не логика ведет, а здесь ведет интуиция. А интуиция, она улавливает из духовного мира сигналы и потому начинает двигаться. И в данном случае мы видим, что те, которые были в пренебрежении у многих народов в разные периоды и слои истории, но сегодня они в этом фокусе неба, потому что от их движения пришло в движение также небо для того, чтобы сокрушить твердыни, потрясти землю, отвалить камень. И это все на рассвете. Когда другие спокойно спали, когда другие даже не подозревали, что что-то может произойти, стражники увидели, потому что они вынуждены были проснуться от этого землетрясения и увидеть, что гроб-то пустой. Вот это, друзья, для нас является сегодня таким посылом, сигналом на старте года. Нам важно понимать, что мы с вами живем в новое время, в новом сезоне, в новую эпоху, когда все, что было украдено врагом, все, что было захоронено и под большой плитой, пришло время воздаяния, когда мы можем прийти туда и сказать, а теперь я принимаю то, что Бог мне приготовил, я принимаю то, что является Его возможностью, а не моей. Поэтому, Господь, подари мне то, что было когда-то украдено, возврати мне то, чего я уже давно похоронил. Связано ли это с мечтой? Связано ли это с твоей семьей? Связано ли это с тем, что ты ожидаешь ответы неба и кажется, уже все закончено? Но имей в виду, когда человек закончил бы, Бог только начинает. И поэтому у нас с вами сегодня есть возможность вместе с Ним стартовать в удивительный сезон Его возможностей. И то, что мы сейчас с вами делаем, мы анализируем свое сердце, свой прошлый путь, свою позицию внутреннюю, внешнюю, выраженную в действиях или просто в словах и в мыслях. Но так важно, чтобы это перешло в действие. Многие остались дома с теми же вопросами, которые были и у Марии, но они остались там сидеть. А вот эти две женщины, они пошли и посмотреть, что же там происходит, где их Иисус, которого они так любили, и, пойдя, вызвали движение небес, свидетелем чего они стали. И у нас с вами есть возможность вызвать небеса на те сферы, которые были для нас перекрыты гробовым камнем. И мы это сделаем сейчас этой молитвой. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я благодарна Тебе, что у нас есть такая необходимость на рассвете искать Тебя, быть в подчинении Твоему Слову и не торопить события. Для этого нам необходимо то внутреннее великодушие и воздержание, которое позволяет нам иметь ресурсы неба внутри себя и высвобождать их тогда, когда это необходимо. Благодарность Тебе за то, что Ты Бог наш, Который человеколюбивый и долготерпеливый. Ты знаешь, Господи, что, где и когда было украдено, потеряно и похоронено. Но Ты же наблюдаешь и за нашим сердцем, и поэтому если в сердце сегодня погасла надежда, зажги ее вновь. Если вера стала угасать, умножь Твое помазание веры внутри нас. Если потерялся фокус, помоги нам сфокусироваться на Тебе сегодня на главном, чтобы ничего второстепенное нас не отвлекало, ибо главным для нас сегодня является Твоя воля, потому что все остальное, оно сгорит, оно не будет иметь никакого значения в грядущих днях. Поэтому благослови нас сегодня нацелиться на то, что несет вечность в Твоих словах, в Твоих обетованиях, в Твоих инструментах, которыми Ты нас наделил, а это есть и молитва, и слово Твое, и дары Святого Духа внутри нас, и поклонение и прославление Твоему Святому имени. Благодарю Тебя, что Ты сделаешь несравненно больше того, о чем мы Тебя попросили. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok